С приходом пандемии отношение людей к личной гигиене изменилось. Мыть руки стали чаще, и это правильно, отмечают специалисты. Но даже у такой, казалось бы, безобидной процедуры есть две стороны. В среднем на руках человека 840 тысяч микроорганизмов, но не все они вредные. Мыть рук у нас стало уже как безусловный рефлекс, но и здесь важно сдать меру. Излишняя гигиена может привести к развитию различных заболеваний, например, к дерматиту. Эксперты советуют мыть руки каждый раз, когда вы приходите домой, а также после посещения общественных мест. При этом выбирать нужно качественные и щадящие средства, ведь мытье рук – это не только дезинфекция, но и уход. Для сухой кожи стоит использовать крем мыла с алоэ вера, маслом кокоса, какао, авокадо или другими растительными маслами. Для жирной – мыла с гликолевой кислотой. Любителям антибактериальных средств врачи советуют чередовать их с обычным гигиеническим мылом. Руки – это часть микробиоты в том числе. Поэтому мы защищены прежде всего тем, что у нас есть определенный PH, то есть это наша защита, там и микробиоциноз и так далее. С осторожностью нужно подходить к антисептикам. Не стоит полностью заменять ими процедуру мытья рук. Использовать такие средства надо умеренно. В преддверии праздника наша съемочная группа узнала, как самарты соблюдают гигиену рук. Вот если в университет я пойду, ну перед каждой парой, наверное, раз-дри. Все-таки антисептикам мыло заменить сложно. Он не счищает частицы грязи. Ну, думаю, что мылом хозяйственным. А почему хозяйственным мылом надо мыть руки? Ну, потому что про него, во-первых, пишут. И всю жизнь, сколько я живу, я живу много уже. Является оно антибактериальным. Я думаю, так. А вот хозяйственное мыло специалисты советуют использовать только для стирки и уборки в помещениях, так как оно может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Но в условиях сложной эпитообстановки любой способ дезинфекции хорош, поскольку именно грязные руки – источник заражения ковидом. Врачи призывают не забывать о правилах личной гигиены, так как сегодня она помогает сохранять жизни. Никита Колосов, Николай Епифанов, События. Никита Колосов, Николай Епифанов, События.